Всем привет! Рад снова всех приветствовать на своем канале. Сегодня у нас обзор китайского телефона Blackview E7, полученную мною из официального магазина Blackview на Алиэкспрессе. Стоимость на момент покупки была 4,5 тысячи рублей. Так, что же мы имеем за эти деньги? Значит, внутри у нас 4-х ядерный процессор, гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт памяти своей, 13-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельная с интерполяцией до 5-мегапиксел камера для софи-съемок, 5,5-дюймовый экран, экран идет 2,5D, то есть как бы идет с закруглением по краю, смотрится, ну, немножко необычно смотрится, но уже к этому начали привыкать. Вот, соответственно, приходит он вот в такой коробочке, коробочка ничем своим дизайном от других коробок Blackview не отличается, то есть ребята там не заморачиваются, есть коробок, они его один и тот же делают. Вот, что у нас внутри, соответственно, идет телефончик, на нем уже наклеена пленочка, соответственно, продавцы, может быть, и Blackview кладет в подарок вот такой силиконовый кейсик, вот в этом вот чехольчике коробочке идет дополнительная пленочка, еще одна на дисплее. Далее у нас тут фирменная зарядка Blackview 5-вольтовая, 1-амперная, соответственно, в тестировании действительно так оно и есть, 1-амперый дает, кабель для зарядки, либо же для соединения телефона с компьютером и наушники. Наушники у всех телефонов Blackview одни те же наушники, но на первое время сойдет, потом надо будет менять на нормальный уш. Так, что-то можем коробочку в сторону, перейдем к самому телефону. Так вот, во-первых, телефон, в принципе, достаточно неплохо лежит в руке. Дизайн такой симпатичный. Вот здесь у нас сделанный выход для звука. Я думаю, вы понимаете, из какого устройства этот вот чудо-дизайн спиливали. Так, на задней части у нас находится дактилоскопический датчик для отпечатка пальца и разблокировки. Здесь у нас на боках управление громкостью качелька и кнопочка питания. Наверху идет слот для джека 3,5-миллиметровый. Ну, в принципе, все как у всех. Вот так. Блин, зачем защелку непонятно. Так вот, при попытке открыть крышечку, а задняя часть у нас снимается, у нас аккумулятор съемный, вот я не обнаружил нигде такой небольшой подковырки для того, чтобы ногтем подцепить крышку и открыть. Не знаю, почему такая вот мелочь, а уже с самого начала эксплуатации телефона мне он уже начал первые ложки дегтя в бочку с медом закидывать. Так, вот сняли крышку. Крышка достаточно мягкая по пластику. Вот они, наши качельки громкости и, соответственно, включение-выключение. Они просто приклеены на корпус. Ну, не очень как-то надежно это смотрится. Так, аккумулятор у нас съемный. 2700 мА емкости. Тесты показали, что емкость данная здесь есть. Радует, что китайцы начали правдиво отдавать информацию об аккумуляторах, то есть все больше и больше телефонов не выпадает. Их заявленные амперы полностью на сто процентов имеются внутри аккумулятора. На аккумуляторе будет вот такой вот, такая защелкная пленочка. Ее не забудьте снять, иначе контактами вы не включите телефон. Они будут закрыты. Здесь у нас голограмма, что он оригинальный, там ТОСИ. Так, две карты. Микросим, соответственно. И слот для карты памяти. Так, будем собирать назад. Так, все это дело защелкивается. Ну, в принципе, сборка достаточно неплохая. Ничего нигде не люфтит при нажатии посередине. И, ну, крышечка поддается на нажатии. Но я думаю, ну, не будете же вы постоянно что-то где-то жать. Так, что ж, первое включение. Соответственно, надпись Blackview. Android 6 здесь установлен. Сразу вам скажу, никаких там дополнительных каких-то собственных лончеров или что-то такого вот этого здесь нет. Стоит стандартный андроидский лончер. Но, может, оно и лучше, меньше глюксень будет. Потому что в китайских телефонов, тем более в бюджетных, частенько, оказывается, и так, чтобы с прошивкой ребята не работали от слова совсем, чтобы он долго загружается. Ага. Ну, он загрузился. Соответственно, телефон у нас поддерживает 4G. Ну, этот 4G как-то ловится не очень, не очень корректно. Там, где другой аппарат 4G поддерживает, этот 3G выдает. То есть, не знаю, приемка будет достаточно слабенький. Экран в 5,5 гюймов. Экраны IPS, поэтому углы обзора достаточно неплохие у него. Вот. Пятипальцевое касание. Соответственно, дальше в тестах мы это все увидим. Дело. Так, по настрою подавайте сразу пройдемся. Покажу вам то, что мне сразу вот в глаза кинулось и не понравилось. Во-первых, вот этот пункт. Это у нас жесты различные для разблокировки. Вот, блин, я не знаю, ну что им не хватает гугл-переводчика. Почему вот это по всех телефонах китайских не могут перевести? То есть, вот на английском языке. Вот это, то же самое управление там с помощью акселерометра. То есть, ну, не то, что акселерометра. Принимает участие акселерометру, соответственно, в прошивке зашиты. Что если мы вот так положим телефон, телефон перестанет отвечать на звонки. Стоит включиться режим не беспокоить. Вот почему это нельзя перевести? Что это сложно? Ну, это ж не какой-то там, не знаю, хитрый технический текст, который нужно специально образование, чтобы перевести. Все достаточно, блин, просто, но не могут, не могут. Дальше, экран. Блин, я привык неровежен, вы здесь видите, а его здесь нет. Странно. Ну, ну ладно. Прощаем там за 4500 рублей, много ему. Вот, ну как бы я прощал до момента, о котором чуть-чуть вам попозже расскажу. Давайте пока по бенчмарку пройдемся. Antutu бенчмарк, значит, сделал я тесты, 30 тысяч попугаев. Ну, в принципе, для такого телефона это нормально. Информация о фирме. Blackview моделька Android 6, 67, 37 процессор, четырехъядерный у нас графический процессор, Mali-T720, ну, не Mali-T450, и на том уже, спасибо, 13-мегапиксельная камера передняя. Ну, 8 будет, естественно, интерполяция до 13. И 2 интерполяция до 5, это вот эта камера у нас. Так, гиг-оперативки. Вот здесь показывает он 11,7, но это с учетом того, что у нас уже занято энное количество операционка и прочее такое. Это, соответственно, до 16 не дотягивает. 12. Ну, возможно, это еще и дело в прошивке. Прошивка здесь, кстати сказать, стоит самая последняя на сегодняшний день. Сейчас залезу, вам объясню, где что смотреть. Так, вот он, четырехтактовый процессор, четырехъядерный, с тактовой частотой 1248. Так, мультитач у нас пятипальцевый, датчик приближения есть, гироскоп и датчик освещенности. Ну, в принципе, больше здесь особо смотреть и нечего. А тут, ну, показатели, я вам скажу, особенно меня поразило, когда производили тестирование 3D-графики. Блин, торможение дикие, там даже звук подтормаживал, не то, что там видео. Так, обещал же показать. Так, 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 вот о телефоне у нас, мы не запускаем. Вот он, номер сборки, 2016-10-18. Это то, что у нас официальные уже заплатки, понаставленные в систему. Там много каких косяков было, вот они потихоньку их начинают исправлять. Вот. На форуме ФОПДА можно посмотреть в ветке об этом телефоне, там много чего я почитал, на самом деле. Вот если вы посмотрите обзор, почитаете там об этом телефоне, я думаю, вы перестанете думать о его заказе из Китая. Вот видите, для этого я заказываю, чтобы вы таких ошибок не совершали, просто посмотря обзор на моем канале. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, надо же какие-то плюсы, позитивные моменты в руках. Все-таки телефон, через который деньги потратил. Смотрим. У нас достаточно неплохой сканер отпечатков пальцев. То есть, ну, там в безопасности, по-моему, у нас. Так. Отпечатки пальцев. Вот. Придумать нам вначале ключ. Отпечаток пальца на 360 градусов. То есть, мы прикладываем палец. Угу. Вот. Соответственно, мы начинаем его по кругу вести, и он его считывает. Чтобы, как бы вы не приложили этот отпечаток пальца, в любом случае, вам телефон сосканировал его. Соответственно, вот. Бах. Прикладываем палец. Оп. Размокировался. То есть, достаточно все быстро. Вот здесь нареканий к датчику дактилоскопическому. Вот нет. Все хорошо работает. Далее, вот хороший дисплей. Вроде как, даже достаточно громкий динамик. Так, где же у нас тут? Вот они, звуки. Так, будильник, рингтон. Рингтон, рингтон. Так, что у нас? Где-то тут, где-то должны быть фирменные мелодии от Blackview. Вот они, они. Достаточно громко работает. Вот. Ну, единственное, вот во время работы, во время воспроизведения, мы очень легко можем закрыть динамик. То есть, в сумке, в штанах это дело будет звучать не так красиво, как будто, как-то в тот момент, когда он просто лежит на столе. То есть, вот эти вот вещи перекрываются достаточно неплохо. Надену-ка я чехольчик, что-то. вроде как подарок, что ж, мы его не используем. Так. Вот. в моем аппарате конкретно, в моем обнаружилось, вот такой вот косячище. Не работает клавиша громкости вверх. Так что, ну, это сейчас с продавцом будем писаться, переписываться. Я думаю, денежки я выбью за это день. кое-что. Н-ن назад. Так, гпс-тест. Все прекрасно. Здесь провалов нет. Все достаточно неплохо. Все очень быстро оттестировалось. Спутники спустя буквально там секунд 10 уже были найдены. К ним уже все подцепилось. вот она скриншот сделал то есть буквально 10 секунд пожалуйста на обзоре 13 спутников использует 7 вот 5 пальцевые 5 пальцевый touch здесь стоит соответственно будет достаточно прицельно нажимать то что вы хотели не то что у телефона хочется вот фотографии но сейчас как бы зима на дворе особо сильно и зелень не понащелкаешь вот такой вот умилый пейзажик но при свете дня достаточно неплохо фотографирует вот он достаточно вблизи сделал то есть телефон сфокусировался это у нас обычный вариант съемки а вот тоже самое но hdr съемки то есть более насыщенно по контрастски но здесь более насыщенно по цветам то есть и hdr съемочка хромает у нас вот у нас попытался что нибудь при приближении просто зерни картинка до ужаса ну да ладно как бы все мы понимаем что невозможно создать телефон с хорошими какими-то модулями камеры прочего такого и соответственно нельзя за это денег но это токс как то бывает так давайте вот теперь попробуем что-нибудь из игрушек после установки асфальта 8 стандартной моему с моей игры которые она все свои телефоны устанавливать для тестов блин здесь здесь подтвердились все мои опасения которые были мною еще увидели на на этапе проверки антуту бенчмарком то есть торможение просто не знаю ну не то что прям космический но играть но на максимальных настройках на максимальных настройках невозможно все возможно так сказать но не комфортно не то что невозможно не комфортно не так выразился сейчас вы это увидите то есть папа разом заметно теряет в кадре секундах соответственно придется либо убрать графику либо вообще искать игры и менее требовательный процессору ну процесса здесь не игровой 6737 это не игровой процесс поэтому ведь где с подтормаживание с небольшими каких-то там ярких моментов я здесь не наблюдаю принципе все играбельно но видите это ощущение скорости здесь нет все как-то не отзывчиво так и вот сейчас вам покажу то вот что больше всего расстрелами там в этом телефоне соответственно сворачиваем игру в память и сразу же ее пытаемся развернуть но случайно это произошло посреди заезжено важного вот рукой нажали и бах все аппарат уже забыл про игру совсем то есть многозадачность отсутствует вообще здесь как класс вот так вот очень мне это не понравилось блин ну если вы берете телефон просто для того чтобы проехать на автомобиль из дома на работу как бы пользуется gps будет работать как звонилка будет работать и дисплей хороший можно видео там посмотреть но у игры какие-то солидные можно вообще просто забыть то есть он тупо не тянет вот д-триггер на игра который вот a8 макс принципе с похожими характеристиками и не намного дороже то телефон он и прекрасно тянул на высоких настройках здесь высоких настроек нет вообще то есть их невозможно выбрать здесь есть просто средний плюс вот эта часть у аппарата греется блин как доменная печь на заводах нагрев очень ощутимый соответственно сам дактилоскопический сенсор который металлическая окантовка и обладает блин как тип софт работает принципе играть можно но не таких это ярких моментов тут в игре неких бликов там света там ничего этого нет и опять-таки закрываем пытаемся ее включить ну ладно здесь вот как бы осталось памяти какое-то чудо произошло то ли поиграл немного туре и не знаю ну скорее всего это дело связано с с прошивкой и это заплатками поправят но вот как бы получить часть телефон который не предзаказный который уже продает ценное количество времени и блин и получить вот такие вот подачки уже как бы не очень хочется так ладно давайте еще раз попробуем не прям ночью какой асфальт не работает это работает так то что вот покупать или нет и данные машинку вот вам надо выбрать что вы для себя во главу угла ставить выбора ценник и возможность позвонить там в 4g я думаю в более мощной зоне покрытия 4g будет работать прекрасно здесь как у нас дальними нищих и же с здесь на коттеджах нет нифига ну не знаю redmi note 3 прекрасно там с 4g все тут везде работает ну все-таки наверное ценник себя выдает хороший дисплей хороший дисплей дизайн неплохое телефона то есть он не затеряется в того в толпе такие же собратьев здесь такая сборная солянка от нескольких аппаратов неплохая камера а кстати забыл ёлки-палки чуть не забыл ребята при съемке видео в этом телефоне вы не бойтесь 640 на 480 это нормальное разрешение его видеокамеры я когда сам включил и посмотрел мало того что она пишет с торможением но и только еще и с аховским разрешением здесь видео для съемка ну не знаю там для тех кто любит ностальгировать по 2010 году вот вот можно включать вот фотографии делает нормальный видеосъемка просто не знаю в топку в целом телефону за четыре с половиной тысячи рублей тысячи рублей добавляем берем black view a8 макс радуемся здесь ну не знаю вот если я бы его сам себе бы купил то расстрелся огорчился поэтому не знаю так какие-нибудь не очень предвзятым пользователям которым нужно просто послушать музыку попользовать навигатор посмотреть видео там полазить где-нибудь соцсетях нормально пойдет но как только вы доберетесь до каких-нибудь более-менее нормальных игрушек здесь вы поймете что вот деньги отдали зазря единственный плюс это его стоимость ну и сейчас я зайдя на алиэкспресс буквально перед обзором посмотрел этого продавца он стоит 5 400 не не 5 400 руб 5 копейками 596 вот ну блин здесь уже явно я бы за эти деньги не купил то есть ему красная цена базарный день это 4000 рублей вот не знаю на этих вот честь веселых нотах я наверно и закончу свой обзор потому что честно сказать ну вот не лежит душа мне к этому телефону и его обзором но не нравится он мне так что если у вас есть другие мысли по этому поводу пишите в комментариях понравилось видео ставьте лайк не стесняйтесь лайками вы меня так сказать сподвигаете на новые подвиги ждите сейчас скоро совсем уже будет принцесс проверил небольшой спойлер такой в конце видео будет обзор на телефон который в принципе обзоры на рутубе еще еще нет есть только англоязычный раз обзора вот часто буквально получаю если характеристики заявленные совпадут с тем что я увижу в телефоне то телефон будет бомба так что через пару дней ждите как только получу прям сразу камере бегом и снимать так что есть парился обзор ставим лайк не понравился соответственно можете дизлайк поставить только скажите почему будем исправляться так на этом всем пока